друзья всем привет всем доброго дня я как видите нахожусь на даче только приехала собиралась несколько дней сюда приехать сын говорит мам езжай на дачу болей там никого нету приезжай но я себя не очень хорошо чувствовала и даже не было сил как бы мне добраться и до дачи и как-то одной мне здесь было бы страшновато вот на сегодня вроде немного получше сегодня у нас четверг сегодня получше себя чувствую сегодня разговаривала с врачом много вас не буду по поводу болезни не хочу уже пишут мне что у меня к вид в общем но не знаю может какой-то микрон фиг его знает сегодня разговаривал с врачом врач сказала я говорю можно мне вот за город уехать на свежий воздух там она как если есть такая возможность то просто езжайте обязательно и как раз ходите там больше дышите воздухом вам год это сейчас необходимо я бы и у меня такая потливость игру прямо слабость она слабость из-за того что застой выбить никуда не ходите вы сидите дома не дышите вот как придете на дачу будете на свежем воздухе все у вас пройдет и быстрее вы становитесь но я сейчас уже хорошо откашливаюсь хорошо высмаркиваюсь в общем все из меня выходит просто я не знаю уже наверное извиняюсь за точность наверное пол ведра соплей уже вышло в общем караул ну вроде как иду слава богу на под на поправку сегодня прекратила пить антибиотики пила их 5 дней вот поэтому уже все тем более по 850 миллиграмм одна таблетка была сегодня уже все в общем надеюсь что в понедельник выйду на работу очень на это надеюсь а здесь пятница суббота воскресенье побуду и надеюсь восстановиться завтра приедет лиза с ильей и с полинкой сюда вот так что а мы приехали с венечкой вот венечка и сейчас только приехали вот разобрала сумки и сейчас обойдем владение посмотрим посмотрим владение что выросла что завяла в общем я уже давно не была здесь болела соответственно но получилось вот писать и больше недели я болела в принципе нормально жестко жестко я скажу вот так что берегите себя будем смотреть владение венечка довольны на травке трава выросла завтра илья косить будет трава растет конечно быстрее чем любой какой нить растения кстати у меня я получила сегодня посылку стики текс но попозже буду ее вам показывать вот надо кстати еще посмотреть они же поймали крота я вам ставлю кстати сюда кусочек видео они в прошлые выходные по поймали кротика вот и опустили вынесли его в лес морковку ему дали там видео увидите поймали крота вот этот крот нам перекопал весь участок а может быть не один может быть у нее здесь семья мама папа там братики и они одного его поймали и вот на следующий день они год ни одной дыр и ни одной новой ямки не было неужели он один так копал я говорю я не знаю вот так что сейчас пройдусь тоже посмотрю есть или нет хотел показать смотрите еще я две две сумки получилось валберис я заказывал две новые сумки потому что сумку мою в абхазии осел покусал я вам рассказывала и в общем сумку ой это полинка будет объедать смотрите какая крупная обалденная крупняк кстати маленький кустик а сколько на нем сколько на нем на нем просто вал обалдеть попробую вкуснятина вот и сумки потом вам покажу какие она валберис я хотела выбрать одну сумку но выбрала в итоге две сумки хотела из двух выбрать одну но мне обе понравились я обе взяла так это моя грядка никто не по выдергивал редиску надо прорядить и здесь уже зеленушка пошла тоже травку на по выщипывать это базилик базилик здесь уже тоже не помню даже что но когда вырастет узнаем здесь укроп пошел здесь укроп петрушка что-то там еще не помню сельдерея но тоже надо а вот здесь я сажала вот здесь где-то мята а где-то где-то щавель не знаю вот это наверно щавель скорее всего но венька довольны но мята вот здесь наверно мята но только одна штучка какая-то появился на и отсюда сажала здесь прям одна глина не знаю получится здесь что-нибудь или нет ли вень вень не ходи туда не надо хочу качели показать сейчас покажу какие качели вообще много всего нового они опять сделали в доме я вам покажу смотрите какие качели это сделал один мужчина на заказ илья вот смотрите какие качельки вообще обалденные просто обалденные не знаю сколько заплатил но они меня тоже выдержит такие красивые прям качели классные качели они из дерева мужчина делал мужчина сама с украины одинокий или ягодь мам давай мы тебя с ним познакомим такой хороший он человек я говорю не знаю ой такие котельки классно вот так что и сейчас приехала сейчас пойду тебе сделаю салатик надо покушать я утром только завтракала во время уже сейчас часов 6 наверное вот пойду чуть приготовлю себе сейчас приготовлю салатик из дома взяла у меня пол перца было пол огромного помидора я вчера покупала я вчера сходила в магазин ближайший прямо себя у дома и палатку вот купила все себе все что захотела потому что эти дни особо есть мне не очень хотелось огромный помидор кстати подошла час картошки такие клубни ну пусты уже такие огромные и знаете что это мы ты уже у меня все один кустик зацвел такими сиреневыми цветочками что это значит кто расскажет что картошка уже готова можно вот такой или нет так сейчас надо под салат достать какую-нибудь хорошо конечно панорамными окнами вообще обалденно доехала быстро за два часа но на улице ветер кстати сильная я уже приехал мне показалось нету ветра а сейчас смотрю прям ветерочек такой я вчера перец и приготовила дома нафаршировала привезла с собой тоже все венчик отдыхай здесь у меня перцы вкуснятина такая она остаток у меня оставался фарш оставался фарш я что сделала я сделала тефтели ну он с рисом же был тефтели положила их на небольшую такую сковородку для запекания солнце вот для запекания сделала тефтельки лука туда накрошила в эти тефтельки ну сырые лука туда накрошила накрошила туда капусты свежей томатной пасты и и все вот это запекла вот так вот значит как ленивые голубцы можно есть думаю что пропадать они чуть так захотел с капусткой именно все запеку вместе соусом вообще прекрасно вчера я это не ела наверное сегодня поем а перцы оставлю для илюши для лизы полинка может поезд не знаю наверное для них перца оставлю потом я купила творог сделаю завтра к их приезду наверное ну может быть себе утром сделаю немножко сырничков и им тоже и сырничков захотелось в общем аппетит возвращается аппетит возвращается аппетит возвращается слава богу но я группа три вы все равно еще есть ну в общем заболела по полной по полной заболела и выписки сейчас кстати покажу что самое главное что я не посмотрела сначала выписку или я ее дома что доставила я ее на эту выписку до дома видимо оставила эту выписку в общем там выписки я даже начал не обратил внимание потом достала думаем там на кровь не сдать надо было достала смотри а там написано это ковид ковид что у меня ковид средней стяжести вообще что-то мне максим звонил максим чеку позвонить максим пропущены вызова пока я там ходила на улице владение смотрела да нет я уже сейчас получше конечно алё теперь он не подходит алё так что сделаю салатик и у меня большой гемоглобин очень у меня гемоглобин анализ хороший гемоглобин больше чем положено врач сказала не критично пейте больше жидкости вот я говорю тромбас муж попить она ведь нет пейте больше жидкости тромбас не надо у вас тромбоциты в норме она это вас все в норме у меня все весь анализ хороший только повышен гемоглобин все она стала гемоглобин сдать еще через месяц после болезни вот так алё нет у меня проблем с телефоном никакие не было кроме того что у меня немножко звука ну не совсем громкий но может проем он же на не будет это ему не нормально звука нет нет у меня вообще никаких проблем нет с телефоном идеальный за сколько его продаж ну ладно давай а за 20 его нельзя продать что-то дешево ты продаешь на даче да салатик сейчас себе делаю свиньи до доехали быстро за два часа погода солнечная хорошая ветерочек такой небольшой но и завтра будет очень тепло и послезавтра жара да поэтому не хорошо солнечно а вы не пойдете от на работу сразу поедете туда завидована ну или я знает что ты ну ладно давай давай пока телефон который я своему отдала он его продает нашел там кому продать iphone ну обалдеть за 15 тысяч всего лишь 8 плюс у меня iphone обалден он как там ну парень тип спрашивает нормальный телефон нету никаких там ну поломок не было ли никаких поломок или может быть что-то и сейчас что-то не то я был вообще все у меня вообще идеально у меня и телефон просто в идеальном состоянии был очень хорошие я его ничего не ронял они вообще обалденный так что сейчас поем салатика и тефтельки разогрею себя буду кушать к вам вернусь попозже хотела вам показать они поменяли все полы все полы у них здесь был была доска покрытая линолеумом линолеум был илья купил вот такую красивую натуральные натуральное дерево доску все вот так вот в принципе подходит и здесь получается под столешницу тоже подходит красиво вот такой пол сюда постелил он здесь он постелил светлый пол вот такой светлый тоже поменяли все все но почему он стал это делать потому что они вскрыли и на доске которая была под линолеум пошел пошла плесень вот так вот строить дома и они он купил материал а рабочие рабочие которые строили этот дом и кооператив который строит этот дом они бесплатно полностью делали работу бесплатно все заменили илья только купил свой материал но для того чтобы здесь все заменить надо было они разбирали кухню всю представляете все надо было вот эту кухню все разобрать все все отодвигали они везде сделали и в прихожке тоже сделали здесь прихожки сделали лежи лежи венчика нет не уходим у себя в комнатке они тоже сделали вот хорошо так подобрали по цветам все красиво да вообще когда беленькая серенькая вот сиреневенькая или ягод вы уже на лизу кричит с ума сошли все и я там скатерть сиреневенькую привезла все сиреневенькая я уже не знаю куда деваться от этого сиреневенького это полинкина тоже заменили здесь тоже белая доска белая доска кровати все снимали постельное белье видно забирали стирать сюда нужна машинка и здесь ванной ванной они сделали теплые полы и плитку это плитка это плитку они положили вот эта плитка и теплые полы решили они сделать вот здесь вот так мухи стали летать что-то это все они отсюда убирали вот все под под этим стоит надо все сейчас займусь потом поставлю там им все вот так что такую работу они делали все поднимали то есть снимали всю сантехнику понимаете да что вот этот все в то что плитку все закладывали заново ночью караул караул вот такую работу провели вот так вот вскрыли хорошо что они увидели я говорю может быть когда вы и покупали уже было было там плесень они где-то видно как кусочек отошел или что они посмотрели и обалдели и они решили быстро все заменить быстро все заменить вот так мне очень нравится это кресло очень нравится кресло просто обалденная и вот смотрите это тоже новые кстати по мне видела очень красивый смотрите торшер со столиком что а нет я думала вместе нет отдельно отдельно столик и торшер такой а еще они купили вот эти новые люстры вот такие красивые ближе вам их вот знаете какие красиво потолки высокие красиво в общем они все тут все до сих пор докупают все что-то делают делают и делают так что в общем понятно что дача это на второй этаж там это полинки на игрушке но убедно все это убирали потому что здесь полы делали они все туда наверное убирали наверх вот так вот вышли свиньки прогуляться столько цветов всяких разных расцвело ответите сверчки классно красиво красиво здесь вот домик тоже видимо еще по моему не купили наверно только строят еще не купили там тоже будет застройка ветерок теплый завтра шикарная будет погода там я рада я сюда приехала мне лучше сюда приехал взять вот я себя лучше здесь чувствую прям лучше я дома просто у меня мысли всякие были я не поймешь чего я боялась дышала не дышала там не поймешь чего здесь я прям вообще хорошо прям очень хорошо себя чувствую здесь а глаза все равно такие ословевшие надо устанавливать а это что за растение кто мне скажет напишите какое-нибудь лечебное лечебное растение нет там вот эти белые зонтики и вот этих вот много это не иван чая нет да нет по моему фиг вы знает не знаю но красиво так надо пойти редиску я одна поэтому закрываюсь редиску надо пойти по прополоть хотя бы качельки чудесные конечно мощные такие они прям мощные мощные качельки так ну вот надо вот ее прополоть как-то уже маленькие есть их можно пересадить кстати но будут ли они расти так где часто вот надо большие можно удалить ой маленький удалить а большие большие оставить даже некоторые прям рядом друг с дружкой тоже по выбирать жалко конечно я вроде старалась так семена сажать но все равно все равно так ладно занимаюсь чуть-чуть так я заварила чай зеленый с мелиссой о дверь закрылась вени сразу лает сквозняк пойду чай пить сейчас что-нибудь вкусненькое возьму так что тут вкусненького у нас киткат возьму один киткат и вот эти наверно тоже любимые с детства да здесь классный набор конфет разных и мишка и машка и мишка на дереве и алинушка я прям три конфеты возьму 3 идем на улицу сейчас может быть еще книжечку возьму какую-нибудь я кстати привезла сюда книжки остров наслаждений детектив здесь литвинова полякова михайлова даже не помню прочитал я их или нет потом близко к сердцу это илья мне дарил такую книжку это психология психология как жить если вы слишком чувствительные чувствительный человек вот а так как я чувствительный человек очень илья подарил мне такую книжку но я чуть начала ее читать она мне не зашла что-то она мне не очень я ее сюда принесла так потом маша трауп мне нравится вот у нее был один рассказ я прям его читала как там три девчонки мне очень понравился я не помню как он называется хочу его найти как там три девчонки поехали отдыхать на море с детьми приехали или вернее они все по по одиночке что приехали в один дом то есть одна один хозяин сдал им как будто бы они только там будут жить и получилось что у них там целая компания образовалась и там одна выпить любила другая такая тихо и спокойно ночью такая интересный рассказ не помню как он называется маш штрауп вообще обалденный рассказ ну и я потом стала мог книг ее покупать читала но уже все не такие вот тот был самый лучший потом зощенко вот я читаю иногда вот у меня закладочка ночью все читаю как читаю так из головы все выскакивается вылетает все не знаю память у меня не очень так идем идем вот сюда пить чай все я буду пить чай наслаждаться природой отдыхать восстанавливать свой организм после такой тяжелой болезни считаю что я переболел сейчас тяжело тяжеловато во всяком случае вот так что наше здоровье ой горячий спасибо всем за комментарий спасибо всем друзья за поддержку мне очень ее не хватало я читал ваши комментарии и как-то ободрилась и все желали мне здоровья и я выстрел почти выздоровела не будем говорить заранее ну надеюсь что за эти три дня до воскресенья я уже восстановлюсь все всем спасибо большое всех люблю всех целую всех обнимаю пока